Эфир телеканала Белару 4 продолжает де-фактор. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Гомельский городской отдел следственного комитета расследует уголовное дело о грабеже в совершенном группой лиц в отношении 43-летнего жителя областного центра. В совершении преступления обвиняются неработающие гомельчане 1977 и 1996 годов рождения. По версии следствия, мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завязали драку с прохожим. После у потерпевшего похитили сумку, в которой находилось более полутора тысяч долларов США, 1400 гривен, документы на транспортные средства и другое имущество. В ходе оперативно-розыскных мероприятий через несколько дней после происшествия злоумышленников задержали и заключили под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются иные эпизоды возможной преступной деятельности этих мужчин. Если вам что-либо известно, просьба обратиться по телефонам, которые вы видите на экране. Судом Мозырского района рассмотрено уголовное дело по обвинению 53-летнего мужчины в хищении психотропного вещества. Сильнодействующее лекарство Мозырянин приобретал по рецептам онкологической больной матери, затем сбывал знакомым. Мужчина состоял на учете в наркодиспансере и неоднократно был судим. В связи с этим в действиях обвиняемого признано наличие опасного рецидива преступлений. Ему окончательно назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях в условиях строгого режима, без конфискации имущества, без лишения права заниматься определенной деятельностью или заниматься определенной должности. Также в соответствии со статьей 107 Уголовного кодекса Республики Беларусь к нему применено принадлительное лечение от наркомании по месту отбытия наказания. И в продолжении темы. Своего приговора суда почти полгода ожидали конфискованные шубы. В ноябре 2017 года у одной из гомельских предпринимательниц изъяли меховые изделия на сумму 188 тысяч рублей. На товаре отсутствовала маркировка контрольными знаками Республики Беларусь. Вчера суд Центрального района Гомеля вынес вердикт обратить конфискованное в доход государства. Внимание, розыск! 17 февраля в магазине «Фантастик», что в торговом центре «Секрет» неизвестные совершили кражу. В число подозреваемых попали двое мужчин. Если вы узнали людей на фото, просьба обратиться по номерам, указанным на экране. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.